Москва-Баку сегодня. Коротко о главных событиях этого дня. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. На встречу состоялся обмен мнениями по различным вопросам, включая нынешний этап урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Также в ходе встречи были обсуждены осуществляемые проекты и инициативы в энергетическом и транспортном секторах и дополнительные возможности по дифферсификации поставок азербайджанского газа в Европу. После переговоров с Джоном Болтоном Эльмаром Мамедьяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Напомним, что сегодня пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Это будет третья полноценная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на очередном заседании парламента Армении, что война в Карабахе не закончилась и активные боевые действия могут начаться в любой момент. Затем Пашинян уже по традиции принялся обвинять Азербайджан в том, что именно он стремится вывести процесс карабахского урегулирования из конструктивного переговорного русла. Несмотря на то, что, по мнению многих экспертов, именно Ереван регулярно пытается уйти от конструктивных содержательных переговоров с Баку по урегулированию конфликта. Сегодня в Баку прошло седьмое заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией. На заседании были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса установления госграницы между двумя странами. На встречу стороны утвердили план по закреплению пограничных знаков на линии государственной границы. В период с июля по октябрь 2019 года рабочей группой совместной комиссии будут определены места и закреплены пограничные знаки на высокогорных участках, а также проведены соответствующие демаркационные работы на лесном участке, мостах и погранично-пропускных пунктах линии госграницы. Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии готовятся к совместным учениям Этернити-2019, которые пройдут в ближайшей перспективе. Накануне в Баку прошла конференция с участием представителей вооруженных сил трех стран. В ходе мероприятия стороны обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой и проведением учений. Впервые учения Этернити с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии прошли в 2014 году. Напомним, что на днях в азербайджанской Габалем прошла встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. В рейтинг 100 лучших авиакомпаний мира по версии британской консалтинговой компании Skytrax попали две российские, а одна азербайджанская. Так, российские авиаперевозчики Aeroflot и S7 заняли, соответственно, 22-е место и 96-е. Азербайджанские авиалинии Азал идут в списке 52-ми. Возглавляет глобальный рейтинг авиакомпания Qatar Airways. Второе место заняла Singapur Airlines и третье идет японская ANA All Nippon Airways. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале moskvabaku.ru. Добрых вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok